Всех приветствую! Ставьте лайки, если смотрите это видео на электронных лучевых трубках. Потому что сегодня у нас снова ретро-техника, а именно ретро-элементы питания. Вот такие вот две батарейки торговой марки National. Ну, марка National принадлежит корпорации Matsushita, так же как и Panasonic. Вот батарейки называются National Hyper, вот логотип National, но ниже написано Matsushita Electric. Ну и сделаны эти батарейки не где-нибудь, а в Японии. Вот такие вот старые японские батарейки. Насколько старые? Вот внизу тут написано 0296, и насколько я понимаю, это второй месяц 1996 года. Точно непонятно, это дата производства или годен до. Вот снизу у них то же самое, кстати, написано 0296 на минусе. Но в любом случае батарейки из 90-х годов, и они довольно старые. Ну и естественно, мучает вопрос, работают они или нет. Сохранились они так-то в достаточно хорошем внешнем состоянии. Нет никаких ни протечек, ни окислений, ни прочих каких-то следов коррозии. То есть внешне они практически как новые. Ну и давайте посмотрим, насколько они живы или нет. Для этого воспользуемся мультиметром. Он уже включен на измерение постоянного напряжения. Ну и давайте на первой батарейке померяем, сколько будет. Ну и на одной батарейке получается 1,2 вольта. Конечно, это не полтора, но тем не менее батарейка подает некоторые признаки жизни. На второй, ну я уже за кадром, конечно, мерил, ситуация похуже, но все равно показывает почти 0,8 вольт. То есть даже вот эта батарейка какие-то признаки жизни подает. Ну а бывает с батарейками такой прикол, что напряжение вроде бы нормальное, но сила тока у них мизерная. Поэтому давайте попробуем померить ток короткого замыкания. Я включу, пожалуй, на измерение миллиампер. По-моему, предел измерения 600 миллиампер у этого прибора, если я ничего не путаю. И посмотрим, сколько миллиампер в режиме короткого замыкания сможет выдать батарейка. Ну вот эта вторая, которая полудохлая. Ну и у нее тут ток микроскопический. Ну а вот эта, которая более живая, давайте померяем. Ну, 1 миллиампер она выдает. Вот, конечно, это ни о чем, но понятно, с 96-го года батарейки, они не должны быть хорошими. Ну, все-таки какое-то очень маломощное устройство. От одной из них даже можно запитать. Да, кстати, забыл сказать, что они стояли в пульте от видеомагнитофона. Ну, то есть были соединены последовательно и хранились в одних и тех же условиях. То есть ток, если через них был один и тот же, условия хранения были одинаковые. Ну вот, почему-то одна батарейка более-менее сохранилась, а вторая не очень. Видимо, на производстве разлет параметров достаточно большой. К сожалению, у меня не так много устройств, способных питаться от одной батарейки, но думаю, кое-что я все-таки смогу найти. Ну вот у меня есть такая мышка фирмы Razer. Ну и она питается как раз от одной батарейки. Вот, сейчас она выключена, но вот если я ее включу, то видно, она пытается работать. Светодиода моргает, пытается соединиться. Не соединиться, потому что передатчик у нее в компьютер не подключен, но это не важно. Сейчас она работает от новой батарейки. И вот давайте попробуем вставить батарейку из 90-х. Заработает хоть как-то или нет. Давайте еще раз подергаю выключатель. Сейчас выключена. Включена, но нет, не работает. Еще ее можно перевести в режим Bluetooth. Давайте так попробуем. Но нет, все равно не работает. Давайте попробую вторую батарейку. Я уже не помню. Они тут могли перепутаться, какая из них первая, какая вторая. Давайте вот эту подключаю. Но нет, независимо от положения выключателя, никакого эффекта нет. То есть батарейки не выдают достаточной энергии для того, чтобы запитать мышку. Но, тем не менее, они неплохо сохранились. Выглядят они практически идеально. Так что, пожалуй, оставлю их себе в коллекцию. Ну что ж, на этом все. Всем пока. Ну давайте еще чисто по приколу взвесим батарейки. Современная батарейка GP. 23 грамма. Батарейка National. 17 грамм. Вторая батарейка National. 19 грамм. Что бы это ни значило. Продолжение следует. Продолжение следует...